Всем привет! Мы с вами входим в Хабричковой сады. Сейчас полюбуемся немножечко природой. Можно наверх подниматься, но я и по низу-то не шла. Надо пройтись. Вот такая у нас весна в этом году, не весенняя. Всю одежду попрятала, перестирала зимнюю и осеннюю, и обратно многое протестовала. И вот сейчас вроде как обещают опять потепление, но таких случаев было уже несколько за последний месяц. Обещали, а потом опять холодало. Так что увидим, как будет в этот раз. Ой, какая сирень, перест. Ой, как поют. Клав. Я вся в учебу пустилась. Хожу на двое курсов помимо йоги и занята конкретненько так. Но я люблю быть занятой. Особенно теми вещами, которые мне нравятся, которые дарят удовольствие. Ой, белочка. Белочка. Красота. Рыженькая. Побегушечка. Белочки красивые, конечно. Голубочек. Ой, как красиво. Тут сиреневый цвет просто головокружительный. Восхитительный. У сиреней, я имею ввиду. Какое дерево. Вау. Вау, вау, вау. Как хорошо иногда побывать на природе. Я настолько городская пташка, что для меня даже парк это... Хотя себе торжественно обещала, что буду ездить писать куда-нибудь в парке на природу, но на практике как-то вот не приучена я и как-то не очень удобно. Когда дома пишешь, больше всего сделать можно. Плюс я когда отдыхаю, даю к голове отдыхать, то я начинаю уборками заниматься и в итоге я очень много успеваю. Одновременно и убираю и что-нибудь там переорганизовываю в шкафах где-нибудь и на всякие рабочие имейлы отвечаю и пишу. Я не думаю, что это будет возможно, если я буду работать на природе. Не знаю. Ну, естественно, это не будет возможно. Я просто думаю, буду ли я продуктивной от этого. Как-то не знаю. Вот сколько-то раз, когда иду в парке, думаю, ну всё, сейчас я пересмотрю всё и буду наконец-таки всё это делать. А потом сажусь писать дома. Уже всё привычная среда, всё организовано, всё уютненько, как я хочу. И еда, когда надо, и прочее. И тоже в этом есть свой комфорт. Вот так. И пташечки, и белочки. И всё кругом просто шевелится и бегает. И голубосенькие дикие, вон те здоровущие пасутся. Ну что мы там сидим? Голубятки. О, тут какая-то бурная вода. Я слышу её. О, прикольно. Дома так с огромными террасами на верхних этажах и выходят на парк. Вау. Вот это люксус, на мой взгляд. Просто люксус. Там, наверное, очень классно светло. Ладно, это всё разноцветное вид открывается. Бигунов тут много. Круто. Опять эти сады располагаются на горах. Очень круто. Вот представьте, какие там терраски милашные. Какой там вид. О, очень хорошо. Мне нравится. Вот эти площадки для всяких игр делают. В некоторых парках там лежат сразу эти, как они, городки играть или я не помню как. Я не играю, не помню как они называются. Но всякие эти, даже не знаю как они называются, железные эти шары, короче. Вот так. Если бы уже можно было снять хотя бы куртку, то я бы, в принципе, уже на погоду и не жаловалась. Если бы там уже было 18-20 градусов и фиг с ним нормально. Но вот когда оно прыгает в течение дня вот так с 12 до 15, приходится носить куртку. И всё это совсем на весну не похоже становится. Ну что, выходим мы из сада. Уже наверх я не пойду. Красота. Красота. Так, я поняла, где я, куда я вышла. Вопрос только в том, как мне сейчас оптимально прийти туда, куда я хочу прийти. Сейчас попробуем сориентироваться. А собачки знакомятся. Ухи на макухи. Так, кажется ли мне или тучки напрягаются? Надеюсь, что мне всё-таки кажется. Ну, и куда же я выйду? Даже не знаю, куда ведёт дальше эта дорога. Приду ли я туда, куда мне нужно. А нужно мне на винограды. И они здесь как бы рядышком. Но Прага такой хитрый город, где много тупичков. Идёшь, идёшь и перейдёшь в тупичок. И со мной это уже сегодня дважды случилось. Поэтому я даже не знаю, на что рассчитывать. Вот идёт дорожка. Но эта дорожка запросто может везти только к этому дому. И дальше никуда. Абсолютно непонятно, куда идти. Попытаться там прорываться, что ли. Ну ладно, что я потеряю от того, что я немножечко пройду и посмотрю. По крайней мере буду знать. На этом пока заканчиваю это видео. Пойду в разведку. Схожу в кусочек природы пражской. Вашу жизнь. Классного всем настроения.